Чистилище Мы поклоняемся Тебе Мы благодарим Тебе, Дух Святой, за атмосферу, которую мы имеем в своей жизни Мы благодарим Тебя, Дух Святой Я благодарю Тебе за Твое прикосновение Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты сегодня касаешься И для кого-то это неожиданно, для кого-то это новый опыт Я благодарю Тебя, Дух Святой Спасибо Тебе, что Ты на этом месте Я прошу Тебя водительства Твоего в Слове Божьем Пускай Дух Святой будет сила в каждом слове Пускай эта сила, Господь, будет в нашей жизни Пускай мы научимся применять силу, которая высвобождает Слово Божье Мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя Аминь Давайте поприветствуем, братья и сестры, друг друга Улыбнемся Покажем, как мы рады видеть друг друга Спасибо, Левита Спасибо за атмосферу Хорошее время, когда мы приходим в церковь Церковь – хорошее место Знаете, бывает, когда ты идешь, посещаешь какие-то спортивные игры Там есть эмоции, есть свои эмоции, есть своя энергетика А когда ты приходишь в Дом Божий, здесь прикосновение Духа Божьего, здесь своя энергетика И знаете, очень важно эту энергетику перенести в свое бытие Аминь Большой вам привет с Кингаракса В очередной раз Знаете, я каждым годом все сам больше и больше восхищаюсь нашей церкви в Кингараксе Восхищаюсь мужественными людьми, ревностными людьми Которые в ревности проповедуют Слово Божье и Евангелие И знаете, мне нравится то, что им не стыдно Знаете, помните, Иисус говорит То не постыдится меня в народе, того не постыжусь и я Знаете, есть люди, которые ведут неправильный образ жизни, им не стыдно Вот он идет с сигаретой, а рядом дети, а ему не стыдно Он даже, может быть, до конца и не понимает, как он влияет на грядущее поколение Что он показывает пример Есть люди, у них, знаете, они решили многоженство Ну такое гражданское многоженство Вот я молодой парень, у меня есть много друзей, которые еще пока не в церкви И они этим гордятся Они гордятся своим многоженством Они так, знаете, друг перед другом блистают такими козырными картами И им не стыдно И знаете, когда человек рождается свыше Когда человек слушает Слово Божье Когда Бог формирует правильное мышление Когда Бог дает правильные чувства Когда Бог дает нечеловеческую силу А ты ощущаешь энергетику Царствия Божьего в своей жизни Тебе тоже становится не стыдно Тебе, наоборот, становишься смелым И тебе, наоборот, хочется везде нести Слово Божье И мне нравится, что меня окружают такие люди Мне нравится, что много ситуаций происходит неожиданно Порой такие ситуации, к которым ты даже не готов Можешь ехать в троллейбусе И твой товарищ, твой брат Он просто может встать и проповедовать Евангелие И знаете, приходит атмосфера Тебе порой стыдно, потому что ты был к этому, может, где-то не готов Но слава Богу, что есть люди, которые послушны Духу Божьему Ведь Бог творит, где хочет Что хочет И с кем хочет Аминь Знаете, порой наши ограничения Они как будто Бога как в темнице закрывают Вот люди не стыдятся Когда мы заходим, может быть, в офис Может быть, к своему работодателю Может быть, на какую-то встречу Может быть, назначенную, ты пришел И мы видим, что у людей разная вера и исповедание У кого-то какие-то статуэтки стоят У кого-то какие-то иконы У кого-то какие-то изображения Различных религий И людям не стыдно, они в это верят Точно так же и даже больше этих людей Должна быть сила Божья и смелость у тебя и у меня Аминь И мне нравится то, что я в новом поколении Мне нравится то, что здесь постоянно говорят Слово, которое тебя развивает Которое не позволяет тебе быть на месте Слово, которое постоянно тебя толкает вперед Слово, которое, оно производит развитие в твоей жизни Слово, которое говорит Слушай, ну, есть у тебя победы Ну, хорошо, там, достиг ты, там, Олимпа, там Забрался ты, там, на вершину горы Там, весь ты, там, в трофеях Там, молодец, ты, там, победитель Ну, есть что-то больше И есть что-то больше не только на небесах Есть что-то больше на земле У тебя есть судьба И знаешь, твой максимум для Иисуса, он является минимум И для этого мы приходим в слово Для этого мы приходим в церковь Мы приходим сюда и мы слышим Слово Божье И Слово, оно формирует веру Оно формирует мировоззрение Аминь Знаете, у каждого своя правда У меня может быть своя правда У людей может быть своя правда А истина одна И в Библии не написано, чтобы мы на чем-то остановились Библия не говорит, что вот этого вот достигнешь Определенного уровня в своей жизни В вере, в служении, в работе, в карьере, в семье И все, и ставь точку Библия постоянно ставит запятую Чего-то достиг, Библия ставит запятую Аминь Я сегодня хочу проповедовать на эту тему Я сегодня, у меня такое, знаете Раздвоение внутри Говорить эту тему Или говорить вот эту тему Я уже с братом Данисом Говорю, брат, ну подскажи, что проповедовать? Говорит, проповедуй то, что Бог говорит Ну раз я начал развивать В эту сторону шагать То проповедь моя называется Особенный Вы знаете, что вы не странные? Вот помнишь то время, когда думали, что ты странный? Знаешь, почему люди так думали? Потому что ты был непривычный Я когда покаялся, исполнился Духом Святым Я для людей казался странным На меня родители смотрели И они вот так Но говорят, лучше так Потому что было все непривычно Потому что с привычного человека Когда мы каемся, рождаемся свыше Мы перестаем быть привычными Мы перестаем быть такими И мы становимся особенными И знаете, как важно Чтобы Слово Божье Оно было сформировано в нашей с вами голове Чтобы мы не постыжали имя Божье Своими поступками Своими идеями Своим образом жизни Потому что люди есть разные И кто-то неправильно понял Какое-то вот неправильное решение Формируется И он начинает действовать в своей жизни И неправильные результаты А говорит, во имя Иисуса Христа Поэтому есть церковь Поэтому есть учение Чтобы в нашей с вами жизни был баланс И мы особенные Я помню, когда я вернулся В свое окружение Другим человеком Измененным человеком Я первый, знаете Кто был в шоке от меня Я сам себя был в шоке Как у меня поменялось Первое Это что Все мои привычки Они потеряли вообще силу надо мной Они просто смотрели на меня Все мои привычки Они лаяли, лаяли, лаяли Но они не имели силу Они не могли больше зайти На территорию моей жизни Царствовать и господствовать Как это было раньше И это была первая моя особенность Когда я смотрел В сторону своих слабостей В сторону вещей Которые держали меня в плену Очень долгие годы И они не имели силу Может быть они были в духовном мире Такого размера там Как Голиаф Большие, злые, грозные А ты стоишь как юноша Но они не имеют силы И ты возвращаешься в жизнь И ты особенный Ты стал другим человеком Ты перестал быть обычным человеком Аминь Но потом твоя жизнь Начинает формироваться Потом Бог начинает тебя вооружать Бог начинает заботиться За каждую сферу жизни И люди смотрят на тебя Люди понимают Что ты действительно Ты не странный Ты особенный Когда твои слова Начинают соответствовать Твоей жизни И мы должны жить Так как мы исповедуем Христа Если мы исповедуем Что Бог всемогущий Он должен быть всемогущим В твоей жизни Это не должно заканчиваться Только лишь словом В твоей и моей жизни Должны быть действия Всемогущего Бога Иисуса Христа Когда мы говорим себе Я особенный У меня есть судьба Я не такой, как все У меня великая судьба Я должен к этому стремиться Не только теоретически Не только в исповедании Я должен исследовать слово Я должен вникать в себя И обнаружить Что же во мне есть такого особенного Что Бог заложил в меня Ресурсы Царствия Божьего Я их должен активизировать Я должен жить Соответствие своему исповеданию Я должен жить Соответственно своей веры А я особенный Первое Самая ценная вещь Которую мы приобрели С вами в христианстве Когда мы покаялись Это спасение Когда мы спаслись Когда мы смотрим В сторону наших Там голиаф Там не знаю Какой там филистимляне Там Кто там пытались На нас нападать Кто заходил на территорию Нашей жизни Царствовали Господствовали И мы просто улыбаемся Мы просто смеемся Над нашими врагами Это искупление Бог искупил нас Бог очистил нас Бог отдалил демонов Грех И знаете На этом жизни Она не должна заканчиваться Она не должна заканчиваться На том Что когда-то я Я покаялся Когда-то я спасся И знаете Только лишь одними воспоминаниями Как мне было трудно И я пришел к Иисусу И как мне стало легко У меня вопрос Что дальше И знаете Первое Это спасение А второе Это дары Внутри тебя есть дары Внутри тебя есть таланты Бог заложил в нас Свои ресурсы Ресурсы Царствия Божьего В тебе есть нечто То Что поможет тебе Стать особенным То что поможет тебе Действительно Стать великим В своей жизни Это дары И что нам нужно Нам нужно их активизировать Почему Для меня Церковь Настолько важна Да потому что Это одно из важнейших мест Куда приходит Дух Святой Есть место Где обитает Бог Когда я молюсь В моей молитве Обитает Бог В моей молитве Не обитают демоны В моей молитве Обитает ревность Когда мы молимся За исцеление Мы ревностны Потому что мы верим И знаете И люди исцеляются Не потому что Мы какой-то напор Вот напрягаемся Энергия из нас выходит А потому что Бог Он видит нашу веру Он видит Что мы воссоединились И Он исцеляет Аминь И внутри каждого Есть дар И церковь Это место Которое Бог Заповедовал нам Приходить Потому что это место Где обитает Он Библия говорит Не отлучайся От Иерусалима Жди Жди Обещанного От Отца И сейчас кто-то Может буквально В смысле поверил Муж жену возьмет Я услышал Мы особенные Берем быстренько Сейчас кто-то Может быть Открывает Интернет Заказывает билет Себе В Иерусалим И все Не отлучайся От Иерусалима Все прилетел В Иерусалиме Бог не говорит Про физический Иерусалим Бог говорит Про духовный Иерусалим Иерусалим Это про образ Церкви И мы сегодня С вами в Иерусалиме И Бог говорит Не отлучайся Вот ты же видел Многих людей Которые не вовремя Отлучились Шли 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 И они Отлучились А вот тебе Бог говорит Не отлучайся Жди Обещанного От Отца И знаете Интересно Читать Библию И интересно Рассуждать В присутствии Божьем Знаете Я задаю вопрос А что мне Бог обещал Вот ты когда Покаялся Что тебе Бог обещал Что Бог Тебе обещал Почему Бог говорит Так важно Не отлучаться От Иерусалима Так важно Быть в церкви И ждать Обещанного От Отца Что Он нам С вами обещает Знаете Церковь Это такое место Где работает С нами Дух Святой И знаешь Если ты внутри себя Не обнаружишь Дары Если ты внутри себя Не обнаружишь Таланты Однажды Может просто Исчезнуть Интерес К церкви Можно просто Приходить в церковь Потому что Нужно идти в церковь Можно просто Приходить И не слушать Что Бог делает Что Бог Восвобождает Твою жизнь Через церковь Мне нравится Как пастор Алексей Недавно Подметил Он говорит Так как ты слушаешь Определяет Так как ты веришь Потому что Вера приходит От слышания Знаете Что Дух Святой Что Он делает На этом месте Он помогает тебе Он помогает мне Вникнуть Что есть внутри нас И обнаружить Дар Что то тайное Что есть внутри тебя Чтобы оно стало явным Как минимум Сначала Для тебя Согласитесь Когда живешь Простой жизнью Ну живешь просто Как вот Ну Ну ничего особенного Никаких событий В жизни Не происходит И тут внутри Ты что то Что то вот Начинаешь Вникать в себя Господь тебе Подсказывает И ты внутри себя Начинаешь Обнаруживать Какой то ресурс Ну вот Обнаружил ты в себе Ресурс Проповедовать Евангелие Я его обнаружил Этот ресурс Когда у меня вообще Никакого Словесного запаса Не было Я У меня не было Чтобы я вот так вот Мог подойти Человеку Объяснить Рассказать Человеку Когда мне люди Задавали вопросы У меня не было Ответов У меня единственный Ответ был Слушай просто Давай помолимся В моей жизни Произошло чудо И я верю Что и у тебя Оно произойдет У меня не было Ни библейского колледжа Не было знания Слова Божьего Знаете как я читал Библию Я просто ложился Спать И у меня была Здесь Библия Здесь Библия Здесь Библия И наверху Это новые заветы Я когда ложился Я говорил Господь просто Впитывай меня Что там есть Потому что я Внутри себя Обнаружил Бог показал Что внутри тебя Есть дар И знаете Мне сразу Стало жить Интересно Это тайное Оно стало Для меня явным Он говорит Ты будешь Проповедником Евангелия Будешь Проповедовать Евангелие Вух Он говорит Есть одно Условие Ты должен Развивать Этот дар Ты не Мало Обнаружить Сколько Есть людей Несостоявшихся Гениев Которые Обнаружили Свой дар И они Живут всю Жизнь Тем Что они Рассказывают А знаешь Что у меня Есть внутри А ты знаешь Сколько Я всего Знаю А ты знаешь Какими Я обладаю Своими Какими Ресурсами Неземными Нечеловеческими Ресурсами Трезвит Пусть твой успех Будет очевидным Пускай ты Вначале Сам увидишь Свой успех Не только Внутри Но и снаружи Пускай Люди Увидят Твой успех Пускай Твой успех Он станет Как минимум Явным Домашней группе Служению Району Городу Стране Миру Библия Говорит Что у нас Такие возможности Эти возможности Определяет Наша с вами Вера Как мы Отмериваем Знаете Есть вот Мера Ложка Вот Можно взять И черпануть Сколько Вот в ложечку В чайную ложечку Водички Чуть Чуть Вот у кого-то Такая может быть Вера Кто-то может быть Себе вот так Вот отмерил А у кого-то Поварешка А у кого-то Бочка И знаете Там и там Вода А мера Какая Сколько Вмещает В себя Сосу Где-то Сто грамм Где-то Триста грамм А где-то Сто литров И вот точно Так же Господь Он помогает Нам с вами Обнаружить Внутри себя Дар То что делает Человека Успешным То что делает Человека Особенным Знаете Один из важнейших Моментов В нашей с вами Жизни Это когда Дар становится Явным Что происходит В жизни человека Ты становишься Востребованным Когда у тебя Дар явным У тебя есть Востребованность Со стороны людей Ты нужен людям Вот видели Мы все знаем Проповедников Евангелия Которые собирают Стадионы У них люди Исцеляются Туда все бегут Потому что людям Нужно исцеление И эти люди Востребованы И знаете Чтобы таких людей Всемирных Служителей Божьих Чтобы пригласить Свою страну Организовать Это не так просто Не потому что Они этого не хотят А потому что У них уже графики На год вперед Расписаны Они востребованы Дар этих людей Востребован У кого-то дар Творческий Кто-то может музыку Творить Кто-то может быть Играет И кто-то знает Может кто-то Известен Не знаю Там В церкви А кто-то может быть Всемирно известный И люди Востребованы Когда активизирован Дар Когда явный Дар Аминь И Бог Занимается тем Что Он помогает Внутри тебя Обнаружить Дар И знаешь Бог вот такой Удивительный Он непредсказуемый Знаешь Когда живешь Богом Порой в твоей жизни Происходит то Что ты вообще Не планировал Поэтому Как важно Бога понимать Как важно Своё сознание Созидать Мыслями Божьими Ты планировал Одно А в твоей жизни Произошло Другое Ты планировал Один путь А Бог Ведёт тебя Другим путём Аминь Ты поступал Поступал Может быть Какие-то учреждения Сдавал Может быть Какие-то Вступительные экзамены Не можешь Не можешь Не можешь Знать А в итоге Бог тебя Приведёт В правильное место Ты вообще Академиком Станешь Какие-нибудь Формулы Новые Тебе Откроются Знаете Когда мы Я слышу Не отлучайся От Иерусалима Жди Обещанного От Отца Вот все Знаете Такое есть Фастфуд Киэвси Эти вот Куриные ножки Знаете Такое Макдональд Знаете Хесбургер Знаете И как бы Фастфуд Это такая Тройка Лидеров У нас В Латвии Это не сильно Распространено Они Сильно Распространено В России В Америке У нас Макдональдс И потом Хесбургер Знаете Есть такая Еда Когда ешь В часов 12 Не надо Ее Благословлять Нужно Каяться Господи Прости Боведу И грешу Вот это С этого Разряда И знаете Меня удивляет Эта история Что этому Человеку Он уже был В таком Возрасте Пожилой Что ему Откровение Пришло Во время Проповеди Пастора В церкви В баптистской Церкви И знаете Меня удивляет Не это Меня удивляет Что пастор Проповедовал Что нужно Проповедовать Чтобы человек Получил Откровение Свыше Вот этот Вот рецепт Этих курочек Этих Ножек Куриных И открытие Сеть ресторанов По всему миру Бог может Делать Все Просто Насколько Мы Внимательны Знаете Когда Бог Он может Указывать Тебе на Твой дар И талант Мы Из-за того Что у нас Вот настолько Узкое мышление Мы можем Это не принять И от этого Легко Отмахнуться Сказать Да не Это невозможно В моей жизни Это невозможно Если ты веришь Что ты особенный Если ты веришь Что у тебя Великая Судьба То твое исповедание Должно быть Все Возможно Богу Все Возможно В моей жизни Если я сегодня Это не понимаю Я это Принимаю И Библия говорит Тот Кто ищет Тот Обязательно Найдет Бог укажет Тебе путь По которому Идти Это путь Твоего Развития Где ты Будешь Развиваться Где ты Будешь Этап За этапом Преодолевать И ты Войдешь В то Что ты Увидел Бог тебе Поможет За счет Твоего Дара За счет Твоего Таланта Цель Бога Сделать Тебя Успешным У Бога Нету Чтобы Какая-то Цель Чтобы мы Были Среднестатистическими Людьми Все Исповедание Божье Исповедание В твою Мою Жизнь Оно Говорит О величии Бог не Говорит Что ты Будешь Вторым Ты Будешь Третьим Ты Будешь Пятым Бог Говорит Если Ты Сегодня Сзади Говорит Готовься Скоро Ты Будешь Впереди Если Сегодня Ты Так Невысоко Готовь Своё Сердце Скоро Ты Будешь На Вершине Это То Что Обещает Нам Наш Отец Небесный Это То Что Уже Есть Спроектировано В твоей Судьбе В твоей Жизни Нам Всего Лишь Нужно В это Войти Но Нужно Обнаружить Дар Нужно Обнаружить Тот Талант То Сокровище Которое Бог Поместил В тебя И Жить Станет Проще Верить В Иисуса Станет Проще Верить Сверхъестественное Станет Проще Дар Будет В этом Помогать Аминь Знаете Есть Дьявол Который Пытается Нести В нашу С вами Жизнь Разделение Вот Дьявол Он Не согласен С тем Чтобы ты Был Талантливым Человеком Успешным Человеком Знаете У него Есть Свои Планы И Это Не говорит О том Что Дьявол У него Все планы Сделать Людей Лишь Только Нищими Убогими Такими Ни на что Неспособными У дьявола Просто есть Свой план На твой успех У дьявола Есть свой план На твои дары У дьявола Есть свой план На твои таланты И знаете Дьявол Несет Такое Разделение В Библии Написано Что все Люди Согрешили И лишились Славы Божьей Знаете Чего мы С вами Лишились Легкого Пути Почему Приходится Сегодня Так Пахать Так Работать Так Трудиться В своей Жизни Потому что Грех И за грехом Стоит Дьявол Он лишил Нас Этого Легкого Пути Адам И Ева Они имели Легкий Путь Они ходили Просто Говорили Это я назову Так Это я назову Так Это у меня Будет Так Это у меня Будет Так А сегодня Дьявол Забрал Этот легкий Путь И он Имеет Свои Планы И знаете Когда мы Приходим К Богу Когда мы Обнаруживаем Этот дар Он Всячески Пытается Вмешиваться В нашу С вами Жизнь Чтобы Только Вынуть Этот дар Отделить Дар От твоей Жизни Чтобы Ни в коем Случае Мы с вами Не были Успешными Людьми Если бы И мы И будем Успешными Людьми То не на Территории Царствия Божьего Слышал Такое Да Церковь Ну что Церковь Церковь Мне не дает Развиваться Церковь Церковь Это такое Как-то Знаете Замкнутое Замкнутое Пространство Церковь У меня Стены Жмут Я вот Там Я вот Там Да ты Посланник Божий Ты родился В церкви Бог тебе Показал Твои дары Бог показал Тебе Твои Таланты И Бог Сказал Не Религиозно Сказал Пойдешь До края В земли Своим Даром И Талантом Но Знаете Мы Должны Воздавать Всю Славу Что Мы Имеем В своей Жизни Иисусу Христу Потому Что Она Принадлежит Ему Если бы Не было Бога Не было Внутри Тебя Дара Не было Внутри Тебя Таланта Ты бы Никогда Не стал Успешным Человеком Если бы Не было Иисуса Чисто Теоретически Что бы Ты делал Если бы Не было Кислорода Бог же Создал Кислород Каким бы Ты был бы Успешным Человеком Представляете Бог все Создал А если бы Не было Света Хорошо А если бы Мозгов Не было Это же Ресурсы Царствия Божьего Бог Сотворил Человека По своему Образу И подобию И он Снарядил Нас Аминь Он Наполнил Нас Дарами И давайте Откроем Библию Это Бытие Третья Глава Знаете Как Дьявол Он Приходит В нашу С вами Жизнь Одно Из самых Распространенных Вещей Это Мысли Это Негативное Мышление И знаете Он пытается Наполнить Нашу С вами Жизнь Негативом Есть Дар Для Того Чтобы Дар Его Активизировать Нужно Время Дар Нужно Развивать Нужно Совершенствовать Постоянно От веры Переходить К вере Это Путь Это Усилие Но Дьявол Он Приходит Через Ложь В нашу С вами Жизнь Почему Библия Говорит Ни о чем Не Заботьтесь Возложите Все Нужды На Меня Он Приходит С нами В наше Бытие И Он Обременяет Нас Заботами Проблемами Он Обременяет Нас Какой-то Своей Ответственностью И Что В нашей Жизни Происходит Мы Отдаем Всю Энергию Для Решения Каких-то Проблем Дьявол Он Он Делает Свою Площадку И Перемещает Нас Территорию Царства Божьего На Свою Площадку И Обременяет Заботами Когда Ты Весь В такой Заботах Жизненных Заботах То У Человека Нет Времени Развивать Свой Дар У Человека Нет Времени Работать Над Своими Талантами И Он Иссякает Энергию Он Иссякает Из нас Энергию И Приходит Какое-то Эмоциональное Истощение Многие Люди Психологически Просто Они Не Выдерживают Они Внутри Взрываются Знаете Когда мы Переживаем Какие-то Психологические Моменты Когда Приходит В нашу Жизнь Эмоциональное Истощение Наш Внутреннее Здоровье Иммунитет Оно Падает И Приходят Всякие Болезни Приходят Различные Разочарования Это То Чем Пытается Дьявол Отвлечь Нас От цели Развития Божьих Даров И талантов Бытие 3.7 Когда Адам И Ева Согрешили И Открылись Глаза У них Обоях И Узнали Они Что Наги И Сняли Смоковные Листья И Сделали Себе Опоясание Знаете Что Нас Подвигает Быть Успешными Людьми Что Нас Действительно Помогает Нам Быть На Вершине Это Взгляды Какой У тебя Взгляд На Свою Жизнь Знаете Есть Люди У которых Завышенная Самооценка А Есть Люди У которых Заниженная Самооценка Кто Кто Может Слушает Смотрит И Думает Ну Какая Там У тебя Великая Судьба Ты Вообще Кто Ты Вообще Что Может Он Мерит Меры Своего Успеха Мой Успех И Он Делает Определение Да Не Парень Ну Какой У тебя В жизни Успех Какой У тебя В жизни Опыт Ты Ты Молод Было У тебя Такое В жизни Кто Ты Измерял Твою Жизнь Своей Мерой Это Человеческий Взгляд Хорошо Когда В жизни Есть Божий Взгляд Когда В жизни Ты Имеешь Божию Истину У тебя Нет Сомнения Что Что У тебя Великая Судьба Знаете Когда Адам И Ева Они Согрешили Библия Говорит Они Увидели Что Они Наги Они Устыдились И Они Начали Прятаться От Бога Знаете На пути К Успеху Бывают Разные Бывают Хорошие Но Хорошего Должно Быть Больше Чем Плохого Должен Быть Перевес Знаете Мне Когда Мы Общаемся За Какого-то Человека Или Общаюсь С Человеком Всегда Смотрю На Человека Знаете Как Нужно Делать Нужно Определять В человеке Больше Хорошего Или Плохого Человек Больше Пользы Приносит Или Вреда Знаете Есть Многие Люди Мы В признак Какой-то Одной Ошибки Вообще Рисуем Всю Картину Личности Человека Одним Поступком Берем И перечеркиваем Все его Плюсы Все его Достижения Мы просто берем И сводим К нулю Всю ту пользу Которую он принес В твоей жизни Может быть В церкви Может быть На работе Может быть В воспитании И очень важно Иметь Божьи взгляды Какие мы имеем С вами взгляды Адам и Ева Они Слушались И они Согрешили И они Не имели Божьего Взгляда На тот момент Когда Господь Пришел Когда Господь Занимался Поиском И говорил Адам Ева Вы где Вы где То В Эдемском Саду Началась Игра В прятки Они начали Прятаться От Бога Знаете Почему Многие люди Прячутся От осуждения Многие люди Что-то Сделают В своей Жизни И у них Неправильный Взгляд И они От осуждения Перестают С кем-то Общаться Они От осуждения Могут Перестать Ходить В церковь Многие Вещи Они Рассыпаются Многие Вещи Они Разрушаются Из-за того Что сильный Дух Осуждения Пришел В жизнь Человека В сознание Человека И он Отдаляет Нас От Божьей Истины Когда у нас Правильные Взгляды Когда мы Знаем Что у нас Великая Судьба Когда мы Уже Имеем Какой-то Успех В своей Жизни Когда Может быть Да Мы Где-то Шли Где-то Мы Оступились Где-то Мы Совершили Там Неправильный Поступок Знаете Какой Божий Взгляд Мы должны Иметь Правильный Взгляд Бог Не Посылает Ангелов Чтобы Они Судили Тебя И меня Бог Посылает Дух Милости И мы Не Должны Прятаться От Бога Мы Не Должны Прятаться От Своей Судьбы Мы Должны Стоять Пред Лицом Бога И Говорит Да Господь Я Виноват Я Прошу Милости Обнови Милость В жизни Моей Знаете Бог Это Делает Даже Без Того Осознаем Мы Это Или Нет Мы Многие Вещи Делаем И Этого Не Осознаем А Библия Говорит Милость Божья Каждый День Превозносится Над Судами Мы Порой Думаем Ну Да Вот Брат Там Такой Или Сестра Там Такая Как Вообще Служить Может Или Там У него Взгляды Божьи На свою Жизнь Не Твои Может быть Взгляды Которые Осуждают Не Твои Может быть Взгляды Которые Ждут Какого То Поражение В жизни Ближнего Взгляды У нас Должны Быть Если Даже Где-то Что-то Не Получается Это Не Повод Останавливаться Не Можешь Бежать Иди Не Можешь Идти Но Ползи К Своей Великой Судьбе Если Ты Знаешь Свой Дар Если Знаешь Свой Талант Все Самое Лучшее Оно Впереди Никакие Вещи Не Должны Нас Останавливать К Нашему Успеху Аминь Или Когда Мы Уже Достигли И Божьи Взгляды У нас Должны Быть Правильные Взгляды На Свою Жизнь У нас Должны Быть Правильные Взгляды То Что Происходит Через Нашу Жизнь Взять Иосифа Представляете Поместить Себя Вот Тот Момент Тот Путь Который Проходил Иосиф Вообще Как Мученик Получил Какое Откровение Говорит Вы все Говорит Вот Вы все Говорит Вот Представляешь Вот 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 Вы все Первый ряд Мне будете Каждое Воскресенье По 500 Евро Приносить Вы Ну Первый Это Дурак Ну Или Какой Нибудь Такой Аргумент Или Вы Все Будете В моей Команде Проповедников Евангелия Вы Будете Проповедовать Там Где Я Буду Говорить Вы Будете У меня Везде Ездить Туда Куда Я Буду Говорить И Опять Вопрос Давнут Ты Кто Представляете Жизнь Иосифа И с ним Был Бог Когда Его Предали С ним Был Бог Порой Смотришь На жизнь Человека Думаешь Капец С ним Бог Был Когда Он Был В Доме Патифара С Ним Был Бог И Знаете Во Всяком Месте Где Он Был Он Приносил Благословение Этим Людям Он В Доме Патифара Принес Благословение Достаток И Устройство Он В Тюрьме Нес Благословение Знаете Вообще Как Господь Для чего Восвобождает Успех Почему Он Дал нам Дары Для чего Он Нам Дал Таланты Почему Мы Обнаруживаем В себя Какие-то Особенные Качества Способности И Начинаем Применять В жизни И Действительно Вот этот Успех Он Обрушивается Становится Все Больше Больше И Больше Бог Не Планировал Лично Только Для тебя И Меня Чтобы Такая Знаете Индивидуальная Успешная Личность Знаете Бог Вообще Все Делает Для Народа Бог Использует Любых Людей Для Народа Бог Может Взять Вообще Ничего Незначимое Неприглядное Вообще Зачуханное Как Знаете Мудрый Купец Купил Целое Поле Ради Одной Жемчужины Вот Это Он Жемчужину Там Искал Где-то Он Ее Откопал Он Ее Отчистил Отполировал Ради Одной Жемчужины Есть Такие Люди И Для Бога Не Является Вообще Никакой Сложности Взять Такого Человека И Точно Так же У Бога Есть Определение Для Такого Человека У Тебя Великая Судьба Ты Особенный Человек Тебе Больше Не Надо Жить Так Как Ты Жил Он Включает Свет В Жизни Человека Знаете Для Чего Он Это Делает Не Только Для Персональной Личной Жизни Чтобы Я Только Смотрел В Зеркало И Ахал Охал Какой Я Вообще Бог Делает Успех Бог Позволяет Нам Мы Достигаем Успеха Не Для Того Чтобы Потом В Нашу Жизнь Пришел Какой То Дух Эгоизма Чтобы Развивать Внутри Нас Эгоизм Чеславие Самоуверенность Это Вообще Опасные Вещи Когда Чего-то В жизни Достигаешь Когда И Начинаешь Вообще Противиться Иисусу Христу Я Вот Недавно Увидел Такую Картину У себя В голове Когда Об этом Рассуждал Думал Вот Иисус Является Архитектором Нашей С вами Жизни Он Спроектировал Твою И мою Жизнь Знаете Кто-то Проектировал Дом В котором Я Живу В Хрущевке Это Неопытные Проектировщики Это Вообще Колдовство Так Людей Не любить Так Тесно Капец Как Тесно Вроде Бы Комна Столько Санузел Ванна Кухня Вообще Не представляю Как Можно Жить В квартире Два Три Ребенка Вот Так Вот Можно Кушать Вот Так Вот Знаешь Ты С кухни Выходишь И Вторая Идет Очередь Младшее Поколение Ты Вот так Не пройдешь Вот так Все для Радости Знаете Это повод К развитию Это повод Верить Что я буду Жить в доме Которым Я не строил Каждый раз Когда у меня Такое Думаю Слава Богу Что я На пути В дом Что больше Такого Не будет Что Это Остановится И знаете И вот В любой Постройке В доме Которым Ты живешь В квартире Может быть У тебя Свой Дом Тебе Сильно Повезло Сейчас Завидую Ну так Благо Завидую Что у меня Тоже Скоро Будет Дом Будет О чем Пообщаться О домашнем Порой Стыдно Человека Домой Пригласить Ну да Люди Разные Приезжают Думаешь Как вот так Вот всегда С этого Съехать С тем Где ты Живешь Там Или Как-то Вот Чтобы Никогда Ко мне Домой Не заезжали Чтобы мы Всегда Как-то Объезжали Какой-то Другой Объездной Дорогой Чтобы Даже Мысли Не было И знаете Вот Проектировщики Есть Несущие Стены Главные Стены Вот В моей Квартире Я сейчас Буду делать Ремонт Я там Все Выломать Хочу Просто Все Я просто Уже Хожу Своими Идеями Мыслями Вот так Стены Ломаю Уже Вижу Как Места Много Как Все Широко Как Все Удобно Мне Говорят Не Это Найти Согласовывать Потому Что Есть Несущие Стены Есть Основные Стены И Если Ты Их Снесешь То Опасность Не только Тебе Опасность Твоим Соседям Знаете Бывает Так В жизни Что Вот Построил Свою Жизнь Скарабкался На Олимп Вот Бог Тебе Ну Вот Все Ты Знаешь У Меня Такой Дар Я Его Развиваю Моя Жизнь Она Меняется Мое Окружение Меняется Мое Мышление Меняется Мое Мировоззрение Меняется Все Вокруг Меня 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 И Вот Можно Так Вот Смотрите Вот Эта Стена Стена Как Там Мне Тесно И Взять И Принять Самому Решение Не И 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 Корректировщиками Ничего Не Согласовывать А взять Самовольную И Убрать Ее Вы знаете Бывает Так В жизни Когда Приходит Успех Ты Начинаешь Сносить Пытаться Сносить Или Уже Смотришь Самую Основную Несущую Стену Знаешь Можно Смотреть Своим Взглядом На свою Жизнь Я Такой Успешный Да Мы Все Успешные Ну Когда Приходят Такие Мысли Это Я Своими Силами Я Своим Интеллектом Это Я Своими Там Умственными Способностями Это Я Своей Физической Силой Это Я Своим Силой Духа Это Я Там Это Я Там Это Я Там Это Там Я Там И Там Уже Все У тебя Раньше Мим Был Сейчас Уже Корона И Знаешь Вот В такой Момент В Нужно Вообще Так Вцепиться В Иисуса Не Только В момент Когда Тебе Плохо Знаете Есть люди Которые Приходят К Иисусу Я В том Числе И Когда Больно Там Господи Там Бог Помогает Бог Он Забирает Эту Боль Или Когда Вот Какой Ты Знаешь Вот Знал Ты Не Знал Ты Но Что-то Ты В жизни Своей Сдел Такое Проклятие Такое Чистилище Вух Двери Свои Знаете Открыло И демоны Как злые Собаки Вот На тебя Не просто Лают А кусают 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 Когда Чужой Огород Куда Ни Залезешь И они Тебя Кусают Кусают Твою Плоть Рвут 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 Твою Голову Рвут 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 Твою Душу Просто Терзают 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 И ты Бежишь В церковь Тебе уже Все равно Какая церковь Плохая Хорошая Ты бежишь Потому что Ты знаешь Что здесь Бог Исцеляет Это может быть Какое-то мнение Ты уже вообще Тебе наплевать На это мнение Потому что Это единственное Это как убежище Как бункер Во время войны Ты сюда Бежишь Ты прибегаешь Попадаешь В атмосферу Божью Здесь действительно Царит Дух Святой Его атмосфера И Бог Тебя исцеляет Ты может быть Там Роптал Может быть Там что-то Недовольствовался Может быть Даже там И людям Там И церкви И Богу Что-то говорил Но знаешь Когда ты приходишь Бог не берет Во внимание Слова твоего Прошлого Он все равно Тебя исцелит Бог обладает Совершенной Любовью Необъяснимой Любовью Бог не отнесется К тебе По справедливости Бог Бог милости Не Бог Справедливости И знаете В такие моменты Нужно легко Приходить А когда Успех Когда у меня Там гепатит С Там я прихожу Иисус Забери мой Гепатит С Или там Когда какая-то Болезнь Или какая-то Проблема с детьми Проблема с Финансами Мы приходим Мы так Мы так сильно Каждое слово Пастора Принимаем В свою жизнь Мы так молимся Ни на что Не отвлекаемся Потому что нам важна энергетика Потому что мы знаем Что здесь есть энергетика Что-то сходит Сила Божья Мы мобильный телефон Отключаем Чтобы нас никто Не тревожил Потому что нам Нужен результат А когда в жизнь Успех приходит Вот Иисус Он должен быть Таким же Востребованным Иисус Он претендует Не только на наши С вами болячки Знаете Вот такой вот Ну Иисус Такой вот У него Семейный врач Только его специальность Иисус На твой успех Претендует Потому что Твой успех Он принадлежит Иисусу Все твои достижения Которые ты имеешь В своей жизни Они принадлежат Иисусу Знаете Я вот спортом занимаюсь И есть у нас Ну ребята Которые вот бьются И побеждают И они там чемпионы И вот когда ты смотришь Сидишь со стороны Какие-то происходят там Мировые У них там вот эти вот бои Кажется Ну что там Он так вот Провел какую-то серию ударов И нокаутировал Человека Вот Ну что в этом сложного Семь дней в неделю По две тренировки Попробуй Что в этом сложного Быть чемпионом Это трудно Это нужно трудиться И знаете Многие достижения И победы Они принадлежат Не только лишь спортсменам Тренер У каждого есть тренер И мы видим Когда многие Они Когда им дают слово Когда они победили Многие благодарят И говорят Вот знаете Есть люди В моей жизни Которые Они сыграли Основную роль Кто-то меня С улицы вытащил Кто-то за мной бегал Кто-то меня тренировал Кто-то ломал Мое мышление В голове Когда я говорил Не могу Либо не хочу Либо у меня Это не получится Кто-то меня В этом убеждал Кто-то постоянно Восвобождал силу Он отдавал Свою силу Отдавал Свою силу Чтобы я преодолевал Все препятствия И трудности И сегодня Я чемпион Но совместными усилиями Но основную И главную роль В моей жизни Сыграл тренер Точно так же И с Иисусом Точно так же И в нашей с вами Жизни Есть многие люди Которые Достигли Больших успехов И побед В своей жизни Но они не находятся В церкви Они даже никогда Не были в церкви И им Бог дал Дары и таланты Бог каждому человеку Дал дары И таланты Но знаете В чем Порой Уникальное такое Вообще Различие Между нами Людьми Которые имеют В своей жизни Успех И людьми Которые Не находятся В доме Божьем Бог Нас учит Чтобы мы Использовали Свой успех По отношению К народу Вот я Проповедник Евангелия И знаете В чем Моя задача Чтобы Их становилось Больше Моя задача Чтобы больше Становилось Проповедников Евангелия Чтобы больше Становилось Таких людей Как я Чтобы даже У них Путь был Длинше Чтобы их победа Была более значима От тех побед Которые есть В моей жизни Точно так же И твоя И моя задача И мы не должны Отвергать Несущую Стену И своей жизни И переключать Все внимание Лишь только На себе Первенство Иисус на втором месте Потом Иисус На третьем месте Знаете Вот можно Снести Несущую Стену И всю жизнь Прожить в этой квартире И ничего не будет Но ты потом В свою квартиру В наследство Войдут твои дети И какой-нибудь Будет Маленькая Такая Знаете Вибрация В земле Вот фундамент Будет дома Пошатнется И не дай бог Завалится Но тебя там Не будет Там будет Твое следующее Поколение Но решение Принял ты Сносить стену И ты мог Всю жизнь Прожить Давайте Откроем Второй Паралипоминон Как классно И важно Приходить к Богу Не только лишь В проблеме И говорить Господь Дай мне выход Иисус Дай мне решение Как классно Приходить Когда ты успешный Человек И говорить Боже Что мне делать С этим успехом Девятая глава Восьмой стих И давайте будем Молиться В конце Да будет Благословен Господь Бог Твой Который Благоволил Посадить тебя На престол Свой В царя У Господа Бога Твоего По любви Бога Твоего К Израилю Знаешь Почему тебя Бог использует В какой-то В тех сферах Где ты находишься Потому что он любит народ Бог хочет Использовать Твой успех По отношению К народу По отношению К людям По отношению Тех людей Которые входят Вот в твоем Окружении Бог не хочет Зацикливать Успех Только на каких-то Определенных Личностях Бог хочет Чтобы Когда приходишь Ты в какую-то Среду Чтобы Менялись Все люди Чтобы Преображалась Жизнь Людей Неважно В какой Это сфере Не только Это в церковной Сфере Мы не должны Себе ограничивать Какое-то Узкое мышление Что это касается Только Моей домашней Группе Знаешь Когда ты Начнешь Так мысли Ты людей Начнешь Рассматривать По-другому Ты начнешь Людей Рассматривать Как ресурсы А когда Ты только Зациклен На своем Успехе Зациклен На себе То Люди Они становятся Как абуза Они становятся Как препятствия Это причина Которая лишает Тебе зоны Конфорта Твое Внутри Меняется Перестает Быть Я Я Я И становятся Мы Бог Бог Все делает Для народа Я не знаю Какой в твоей жизни Успех В какой сфере Тебе Больше всего Повезло Мы Разные Дары Разные В этом И есть Уникальность Иисуса Тебе Он дал Свои Сильные Стороны Мне Он дал Свои Сильные Стороны Бог Говорит Развивай 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 Свои Дары Развивай Свои Таланты Знаете Я считаю Это зрелость Когда Успешный Человек Он Первый Бежит Бог Есть Какие-то Страшные Ужасные Ситуации Могли Происходить В твоей жизни Вспомни Как в это Время Ты Бежишь Как Для Тебя Это Важно Чтобы Бог Прикоснулся Чтобы Бог Коснулся Именно Тебя Вот мы Должны Жить Всегда В таком Состоянии Мне Нравится Вера Пастора Алексея Города И люди Так Называется Да Для Народа Мы Сейчас Ставили Евангелизационную Палатку У нас Есть Мы Многие Годы Ставим Раз в Год И она Идет Всего Лишь Два Дня Девяносто Человек За два Дня Покаялась На улице Сразу Знаете Есть люди Которых Видно Которых Слышно А есть люди Которых Даже Никто Не Знает Это Организаторы И знаете В чем Сила Евангелия Не только В слове Не только В силе А вот В организации У нас Есть люди Которые Жертвовали Свои Деньги Есть люди Которые Организовывали Все Программы И эти Программы Это Направление Оно Привело Девяносто Человек На покаяние А слово Это лишь Было Завершение Есть Организация Есть Костяк Для Народа Для Народа Я не знаю Какой Дар Какой У тебя Талант Но Пускай Бог Благословит Иметь Это Понимание Что Для Народа Что Ты Достиг Что-то Для себя Лично В своей Жизни Ты Сформировал Есть Народ О Котором Постоянно Проповедуется С кафедры Любое Слово Божье Оно Нацелено В сторону Народа Мы думаем Что Это касается Только Определенных Людей Церковных Людей Служителей Полного Времени Которые Посвятили Свою Жизнь Всякий Человек Который Слышит Слово Божье Оно Мы должны Найти Применение Своего Дара Это Твоя Проповедь Евангелия Кому-то Бог Дал Мозги Есть Люди Которых Я просто Удивляюсь Насколько Они Логичны Насколько Они Все Просчитывают Насколько Они Все Высчитывают Они Садятся Они Как Бизнесмены Так У нас Есть Так 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 Ресурсы Давайте Инвестируем Вот В это Божье Дело И Результат 90 Человек Это Разные Люди Разные Люди И У нас Есть Такие Способности У нас Есть С вами Такие Дарования Пускай Успех Он Не Закружит Нам Голову Что Мы Такими Важными Что Мы Уже Не Такими Легкие На Подъем Потому Что Мы Уже На Подъем Подым Подымать Нас Уже Некуда Чтобы Мы Не Сошли С ума Я Молюсь Из-за Себя Молюсь Потому Что В жизни Будут Подъем Это Всего Лишь Минимум Это Всего Лишь Начало Если Смотреть По Человечески Может Быть Твоя Жизнь Это Предел Но Это Уровень Твоего Мышления А Есть Бог Как Важно Не Стать Лишь Только Воскресным Служителем Воскресным Христианином Это Классно Вначале Но Есть Путь Есть Иисус Аминь Давайте Встанем Помолимся Кто 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 Он Благодарю Бога Что Так Много Друзей Они Они Везде Они Не Только В Латвии Это Успешные Люди Эпископа, пастора, евангелисты, левиты, целители, молитвенники, бизнесмены Это братья и сестр Я благодарю, что постоянно есть пример подражания Подражайте мне, как я подражаю Христу И люди совершают безумные вещи, безумные поступки веры Во имя Иисуса Христа Кто-то церковь за свои деньги строит Представляете, была мечта построить церковь Когда, может быть, был в революционном центре Есть такие случаи, люди, и они становятся богатыми И они осуществляют свою мечту Представляешь, как чувствует себя человек, который приходит в дом Божий Который он построил Богу, и там тысяч на посадочных мест Не для народа ли? Таких много примеров Мир, он большой Я благодарю Тебя, Господь, за сегодняшнее прекрасное утро Я благодарю Тебя за Слово Божье Пускай каждый его вразумит во имя Иисуса Христа Пускай, Господь, Слово внутри нашего сознания Оно не просто сядет, куда-то пропадет Но оно будет живо и действенно Пускай мы увидим Твои пути Твои возможности Я благодарю Тебя, Господь За то, что мы являемся для Тебя сокровищем Что Твои сокровища, свои сокровища Ты поместил внутрь нас Спасибо Тебе, Господь, за все дары За все таланты Я прошу Тебя, Господь, пускай мы никогда не возгордимся Пускай никогда не будет человеческой славы Пускай всегда Ты будешь впереди Пускай наша жизнь, это будет путь развития Пускай мы всегда развиваемся, идя за Тобою Во имя Иисуса Христа Пускай нас посещают правильные мысли Мысли о народе Мысли о нашем городе, о нашей стране Пускай появляется вера Что я являюсь инструментом пробуждения в нашей стране Что я являюсь инструментом Что Ты, Господь, через меня строишь Царствие Божье на этой земле Дух Святой, помести меня в правильную атмосферу Пускай во мне будет правильный мир, мир Божий Правильные взгляды Пускай я стану особенным человеком на всякое место, куда я буду приходить Пускай исходит атмосфера Царствия Божьего Меняй меня, Иисус Пускай это людей удивляет, правильно удивляет Знавших меня Пускай они увидят поступки веры в моей жизни Мою страсть, мое терзновение Мой огонь Мою неотступность Мою преданность Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Дух Святой, прикоснись к моему разуму Расширь уровень мышления во имя Иисуса Христа Пускай мое мышление вместит Божий народ, латвийский народ Во имя Иисуса Христа Мы поклоняемся Тебе Мы благодарим Тебя Мы благодарим Тебя За то, что мы обречены У нас нет выхода Но у нас есть лишь только один путь Быть успешными В Твои планы, Господь, не входило Поражение В Твои планы входит лишь одно Успех, удача, благоволение Везение, благодать Я благодарю Тебя, Иисус Аллилуйя Я открою вам место Писания Соберем с вами жертву Это Исход 35.5 Представьте, как раньше собирали пожертвования Сделайте от себя приношение Господу Каждый по усердию пусть принесет приношение Золото Серебро Медь Я один раз Это настолько буквально Услышал Находясь в этом зале Когда здесь служил Мадабука Снял и пошел Положил ведро Знаете, это как испытание веры Я вот ни о чем не жалею Я вот понимаю По-человечески, как работает Принцип веры Вот ты знаешь, какая жертва в твоей жизни она сработала Вот ты жертвуешь, жертвуешь, жертвуешь Каждый раз, говорят, в сто крат Представляешь, если бы каждый раз тебе воздавалось бы Мы бы как скруч макдаки бы были бы У нас бы там свои хранилища денег было бы Мы просто купались бы там вне Друзей приглашали, давай нырнем У нас бы вообще все руки в золоте были бы У нас золотые бы унитазы, ручки, автомобили были бы Айфоны, микрофоны, зубы Мы бы такие вообще были бы изобретательны Как применять такое количество финансов и денег в своей жизни Если бы каждый раз это срабатывало Но ты не знаешь, какая жертва сработала Но она же работает Она же работает И вот и я не знаю И знаете, каждый раз беру как семья и верю Я не знаю, может она сегодня, может она завтра сработает А может она в жизни моих детей сработает Я хочу, чтобы у моих детей было самое лучшее образование Я хочу, чтобы мои дети, они никогда ни в чем не нуждались И знаете, Бог сегодняшний, используя ситуацию, Он творит будущее Сегодняшняя ситуация, акт твоей веры Он влияет на будущее Знаете, я сегодня уже не столько, сколько за себя А столько, сколько думаю за своего сына Потому что Он так быстро растет Он такой скоростью растет И я верю Что это работает Аминь Давайте возьмем свои жертвы Помню Такая была одна ситуация Опять же случай с Мадабукой Пас апостолом Самым Мадабуком Говорит, возьми им все деньги, что у тебя есть в кармане Говорит, испытай, верь Говорит, ну да Принеси Господу на жертвенник А у меня были деньги Но не мои Ну бывает так И я все вот у меня Так у меня вот внутри просто Я так в это поверил А объяснить себе логически до конца не могу Как я так могу поступить Как я буду выходить из этой ситуации Ну, короче, все равно по жертвам И знаете, не жалею Я пока шел От жертвенника назад Ко мне подходит женщина и говорит Я вам не прикалываюсь Ни какие-то там вещи рассказываю Чтобы приподнять уровень вашей веры Это Иисус Либо совпадение Подходит ко мне женщина и говорит Мне Бог положил на сердце благословить тебе денег И дает Я не знаю, какая жертва работает Как она работает Как она вот с раба Как это вот семя, оно взращивается Как это потом воспроизводится в твоей и моей жизни Давайте запустим наши сокровищницы Будем приносить Богу Наши дары, наши приношения Наши жертвы Хорошо же быть успешным человеком Ты думаешь, да ладно Какой вот у меня там в жизни успех Знаете, я эту проповедь проповедовал Даже когда Лаптич я тогда нашел У меня был успех Просто я живой Я с этого больше всего Обалдевал Просто глаза открываю Выхожу на улицу Я живой И это было для меня Один из важнейших аспектов Моей жизни Я живой Я помню, когда попадал в общество людей И люди там парятся Надо это, 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 надо это У меня было такое время Я смотрел на людей Думал, вот они суетятся Вот у них забот в жизни Суета А ты просто получаешь удовольствие От того, что ты просто живой И вот знаете, жизнь это удовольствие И когда мы учимся правильно Распоряжаться своей жизнью Правильно распоряжаться ресурсами Которые Бог дал нашей Нам с вами Он дал это для удовольствия Успех, Он для удовольствия Мы должны наслаждение от этого получать Служение это удовольствие Иисус говорит, мое благо, легко Мы не должны жить в таком постоянном напряжении Такое, вот знаете, вот постоянное внутреннее напряжение Мы не знаем, что будет Или мы постоянно переживаем, постоянно волнуемся Или мы постоянно в каких-то фобиях, в каких-то страхах живем Они контролируют нас И вроде бы смотришь на свою жизнь Так много достижений, так много успеха А покоя нет В сердце лишь одна тревога И эта тревога, она постоянно заполоняет Твое сознание какими-то негативными мыслями И ты весь такой Снаружи ты ходишь И у тебя вот Подтянутая улыбка А внутри нет покоя И вот это уже вот дар Есть люди, которые не настолько спокойно реагируют на какую-либо ситуацию И это дар Которым ты не можешь, а должен служить людям Независимо от социального или финансового статуса в жизни человека Покоя один из важнейших аспектов Согласитесь Как классно, когда покой И это дар Взял кого-то, обнял кого-то тревога И так Вместо него выдохнул Я в это верю У кого-то такое служение И сверхъестественное в его жизни пришло покой Это же исцеление Это же свобода Когда нет тревоги, нет страха Свобода Это же способность, когда ты умеешь управлять Своими эмоциями Своими чувствами Когда ты не позволяешь, чтобы они превозносились Брали первенство над тобой И управляли твоей жизнью А когда ты свысока смотришь на них И говоришь своему страху Ты можешь потише лавить, а? Мешаешь мне отдыхать Это же дар Вот у кого-то такой дар А у кого-то дар, может У тебя прикосновения У тебя вообще целительные руки У меня, я два раза вот молился За десять лет своего христианства Ни один из двух не исцелился Представляете, если вот с нашего мышления Или вот блокировать чувство страха И блокировать вот эти вот мысли Страха, негатива Которые вот поступают в наше мышление Что бы мы с вами делали Вот нет у тебя чувства страха Я не говорю про глупости Что бы мы делали для Бога Когда мы попадаем в присутствие Божие Слышим Слово Божие Может быть ты дома молишься Это личные твои отношения И Бог тебе показывает Либо как, представляешь Если бы забрать от тебя чувство страха Какая у тебя есть мечта И она бы стала быстрее бы В твою жизнь пришла бы Ты бы ее быстрее бы реализовал Но страх тормозит Вещи какие-то тормозят Господи, пускай не будет страха жертвовать Пускай будет уверенность Что идет все во благо Во имя Иисуса Христа Все эти нужды Мы верим, Господь Что Твое Слово не лжет Ты говоришь Придите, труждающиеся и нуждающиеся И я вас успокою Решение нас жизненных проблем Господь, это и есть наш покой И мы просим тебя Прикоснись Реши, Господь Все ситуации Все проблемы Во имя Иисуса Христа Я бы хотел бы обратиться Может быть здесь есть люди Которые Еще никогда не молились Молитвой покаяния Ты никогда Не говорил Иисус Стань моим Богом Никогда не называл это имя Есть такие люди Может быть ты пришел С таким человеком Сюда не надо бежать Просто подними свою руку И мы вместе с тобой помолимся Я останусь здесь И ты останешься на своем месте Слава Богу Все просто Давайте скажем Иисус Христос С этого момента Я приглашаю тебя Как спасителя Стань моим Богом Аминь Давайте возложите руки Кто рядышком Давайте помолимся Господь мы благословляем Брата и сестру Мы благодарим тебя За этот чудесный день Господь это день рождения Нового рождения Во имя Иисуса Христа Господь это момент Это подтверждение тому Что твоя жертва Она не напрасна Колговская жертва Что твоя рука Она не ослабела Спасать людей Мы благословляем Во имя Иисуса Христа Аминь Спасибо вам большое Братья и сестры Спасибо Спасибо за прекрасное слово Которое напомнило Насколько мы богаты Насколько мы богаты Насколько мы счастливы Потому что мы познали Живого Бога Это же прекрасно Да? И когда Есть такая пословица Когда У тебя проблема Или беда Ты поделился У тебя стало полпроблемы Но когда ты поделился С твоей радостью Ты стал вдвойне Радостнее Да? Ну вот К чему я это говорю У нас следующая неделя Неделя Евангелизации И у нас есть возможность Делиться Своей радостью На протяжении всей недели У нас очень хорошо получается Если в календаре Есть там Неделя начинается С понедельника До воскресенья В каких-то календарях Начинается с воскресенья До субботы У нас есть уникальная возможность Наша неделя Начинается воскресенье И кончается Следующее воскресенье Так вот У нас есть Евангелизационная неделя И в связи с этим У нас завтра Пост Во всех наших церквях Завтра пост И Завтра В шесть часов Здесь вечером Есть Молитвенный Вечер И с утра С одиннадцати Всех Которые готовы Идти делиться Своей радостью Приглашаем В одиннадцать часов В церковь Тут будет пастор Артур Который будет Руководить этим Всем проектом Да И на протяжении Всей недели У нас есть возможность Делиться этой радостью Которая у нас есть Среда У нас Служение Будет проповедовать Марс Сен-Ситис Который проповедовал В воскресенье Если вы Были Я надеюсь Что понравился Что оказывается Шелатыши Тоже есть такие Зажигательные Которые И И наша молитвенная Неделя Будет заканчиваться В воскресенье Когда у нас Будет в гостях Проповедовать Пастор Мариус С Литвы У него Есть Дар Освобождения И дар Исцеления Я думаю Что На самом деле Если смотреть Очень многие люди Нуждаются в освобождении Если мы будем Делиться Своей радостью И будем делиться Тем Что мы познали Живого Бога То на следующее Воскресенье Будет очень-очень много Людей Которые будут Готовы Отдать Свою Скажем Беду И получить Замен радость Так что это все В наших руках Благословения вам Мир И до нового Встречи На следующей неделе Субтитры Субтитры